То, что он совершил после той аварии, после очень серьезной травмы, он стал, вернее, он смог быть Харламовым. Пускай не таким, каким он был раньше, но он был Харламовым. Он мог играть в хоккей, и очень здорово, и играл хорошо. Это, конечно, подвиг, спортивный подвиг. Специалисты говорили, ну вернулся в команду. Ну что, стать тенью великого Харламова? Быть не железной же вам. Первая игра, в которой участвовал Валерий, была с Крылья Советов. Уже после игры главный премьер страны и крылышек Борис Павлович Кулагин скажет. Нет, мы должны не восхищаться Харламовым. Мы должны гордиться, что именно в нашей стране живет такой человек и хоккеист Валерий Харламов. Особо нужно сказать о выборах с участием Валерия Харламова в суперсерии нашей сборной со сборной канадских профессионалов. Зрители, специалисты и ушкин-пачи канадские профессионалы сразу признали Валерию. В ходе встречи Валерий Харламова был оценен как воистину сказочной. По сей день европейским хоккеистом, чей портрет украшает стенды Музея Хоккея Неслава в городе Боронто в Камале. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В августе 1981 года должен был состояться первый розыгрышок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, советские любители хоккея, слава к Харламову, настоящая народная слава, вышла не у нас. Я очень рад, что канадцы его поставили в музей спортивной славы в Торонто, и не нужно было их уговаривать. Они знали цену. Когда Кубка Канады, команда ЦСКА в очередной раз выиграла Кубок Европейских чемпионов, Харламов был признан лучшим нападающим турниром. Он был в блестящей форме. И вдруг известие, которое повергло в шок всю экономию, Харламов в Канаду не поверил. Заявил, этот сезон для меня последний. Все понимали, по кого сейчас, Харламов найдет всем мужество прийти в эту раздевалку перед отъездом ребят, пожать всем руки и пожелать на прощание побегу. Только побегу. Прощание, как оказалось, было последнее. Так почему же все-таки Виктор Васильевич Тихонов решил оставить Харламова дома? Причем сами. Когда Валерий Харламов погиб в автомобильной катастрофе, ему было всего 33 года, из которых он 20 лет подбыл покерен. Он прекрасно пел, играл на гитаре, писал стихи. Был очень дружен с Вадимом Досовским. Их характер и судьбы были очень схожи. Валерий Харламов играл для людей. Валерий Тихонов. Мне казалось, я когда передавал команду, я говорил, береги выдающихся. Валерий Харламов играл для людей. Когда на небо призовут, Пишутся Божий суть. Я за грехи отвечу сам. И славу и мистину воздам. Один из жизней на краю. Я боль предсмертную до пил. Ну а пока не вышел в трог. Жизнь, дай мне воздуха глоток. Жизнь, дай мне воздуха глоток. Всего один-один глоток. Один глоток, прошу, не спрошь. Всего один-один глоток. Жизнь, дай мне воздуха глоток. Жизнь, дай мне воздуха... Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.